Почему-то людям в рейли не сиделось спокойно после того, как они в 16-м году выпустили лучшее поколение самой ходовой своей линейки акустики Silver 6G. Оно собрало множество различных аудиофильских наград, чуть ли не как Брежнев. Великолепное было поколение. Я даже взял себе центральный канал Silver C350, который теперь пугает меня в блокбастерах. Вообще, за что ценится линейка Silver? Это высочайшего качества отделка, высокотехнологичные динамики и главное, быстрый детальный звук, наполненный воздухом. И вот сейчас они взяли и переделали линейку, поставив туда новые... Черт побери, они все сломали. Они абсолютно все старое сломали. Итак, друзья, сломав все, что было раньше, англичане из английского местечка Рейли, где находится штаб-квартира Монитора Аудио, создали колонки Silver новейшего седьмого поколения, которые, с одной стороны, на первый взгляд, выглядят очень похожим на предыдущие, но фактически это абсолютно другие колонки, которые, кроме визуального сходства с предыдущим, ничего общего с ним не имеют. Конечно, я тут нагнетаю и преувеличиваю. Фундаментально, Silver 7G наследует ряд ключевых особенностей, которые были и в прошлом поколении Silver, да и вообще у колонок Монитора Аудио. Но фактически, куда ни ткни в эти колонки, везде будет что-то новое. Так что давайте с ними разбираться. Итак, флагманы линейки и ее самые крупные напольники, уже успевшие получить в этом сезоне награду Эйса. Так что прошу любить и жаловать лучшие напольные колонки в мире по версии экспертов Европейской Ассоциации Изображения и Звука. Чтобы понять, чем же эти колонки оказались так хороши, нам нужно посмотреть на их конструкцию. Я всегда говорил, и сейчас еще раз повторюсь, колонки Монитора Аудио как раз красивы благодаря их технологиям. Все, что кажется в них украшением, на самом деле продиктовано функцией. Их даже нахваливать не нужно. Достаточно просто объяснить, как устроены все эти их технологические штучки. И это само по себе интересно, потому что в Монитор Аудио все делают по-своему, не так, как остальные. Ну что, начнем с кабинетов этих колонок. По форме они абсолютно обычные, сделаны из МДФ, как и большинство колонок на этой планете. Здесь совершенно ничего сверхъестественного. Разве что вы отметите очень крутое качество отделки. Невозможно придраться ни к качеству, ни к фактуре шпона, ни к окраске, лака, ни тем более к швам. Их здесь просто нет. Правда, справедливости ради, нужно сказать, что прошлое поколение по всем этим отделочным параметрам было абсолютно на том же самом уровне. Зато в седьмом поколении добавили новые цвета отделки. Углы колонок стали острее. Плюс обрамление вокруг динамиков теперь может быть белым или черным. И оно смотрится круче серебристого, которое было у прошлого поколения. Как и прежде, в этих колонках сзади вы встретите традиционные нарезные порты фазоинверторов Hive 2, снабженные продольными бороздами, делающими прохождение воздуха максимально бесшумным. Кстати, верхний порт в новых колонках переехал заметно выше. А вот панель с двумя парами акустических клемм, кажется, перекочевала сюда с шестого поколения абсолютно без изменений. Глядя на фасад, видно, что 500-ые – это трехполосные колонки с двумя большими вуферами, отдельным среднечастотником и купольным твиттером. Все эти динамики имеют диффузоры из фирменного материала SICAM, но об этом позже. Кроме того, традиционно для монитора аудио каждый динамик крепится к корпусу одним-единственным длинным винтом-шпилькой. Таким образом, динамики к лицевой панели не прикручены, а притянуты изнутри длинным винтом. Шляпки этих винтов видны сзади. Это самым благостным образом влияет на звук. Так ненужные вибрации от работы драйверов не передаются на корпус. И вот здесь, в этом месте, происходит граница между тем, что было в старом поколении, и что есть в новом. Дальше мы начинаем идти исключительно по новинкам, появившимся в 7G. Итак, сам корпус был усилен, в частности, в нем появились распорки, которых не было в предыдущем поколении. Это повлияло на его жесткость, и как следствие, он теперь меньше влияет на звук. Отчасти на это также повлияли совершенно новые, гораздо более мощные выносные опоры. В прошлом поколении это были обычные штампованные детали, а теперь литье из ABS-полимера с металлическими накладками, играющими на свету фактурой. Стало выглядеть круче и дороже, но вообще, благодаря этой конструкции, вы теперь можете установить колонки как на шипах, так и на вибропоглощающую поверхность, которой снабжены эти новые опоры. Теперь переходим к самому интересному, к динамикам. Они действительно новые. Как вы знаете, монитор Аудио делает свои красивые драйверы из аэрокосмического сплава под названием Секам. Это сплав алюминия, магния и керамики, который действительно используют в аэрокосмической промышленности. В частности, лопасти реактивных двигателей из него делают. Так вот, седьмое поколение получило новый алюминиевый сплав с повышенной прочностью на растяжение. То есть, диффузор здесь остался таким же легким и тонким, но при этом стал прочнее. Но это заслуга не только одного лишь сплава. В этом поколении изменилась еще и геометрия диффузора. Те, кто раньше сталкивался с колонками серии Silver, отмечали красоту их серебристых мембран, испещленных круглыми углублениями разного диаметра, похожими на лунные кратеры. Эту технологию англичане называют RST, Rigid Surface Technology. В новом поколении эта технология получила обновление. RST2 по-прежнему привносит кратеры на поверхность мембраны. Однако, их форма теперь не круглая. Все они стали гексагональными. Как говорят в мониторе аудио, это заметно повлияло на жесткость мембраны. Само собой, в лучшую сторону. В итоге, один лишь диффузор получил новые – материал, профиль и структуру, что улучшило его отдачу на верхних частотах его собственного диапазона. Но это еще не все. У всех басовиков седьмого поколения были увеличены магниты, а вместе с ними вырос уровень электрического демпфирования, благодаря чему бас стал мощнее. Кстати, диаметр динамиков здесь довольно внушительный – 203 мм. А вот у драйверов младших моделей с диффузорами диаметром 134 мм англичане еще и увеличили диаметр звуковой катушки с 25 до 28,5 мм. Это позволило им работать на более высокой мощности с меньшим риском повредиться. Теперь переходим к среднечастотнику, друзья. Он абсолютно новый. И тут интересно, что диаметр его диффузора был уменьшен. У шестого поколения он составлял 4 дюйма – 10 см. А сейчас он 3-дюймовый – это 76 мм. Раудиофильская мудрость гласит – меньше это больше. На самом деле это решение позволило а. увеличить полосу пропускания динамика и еще более плавно сшить его с твиттером. И б. снизить искажения. В частности, на частоте 1,5 кГц кинеин впечатляющий 12 дБ ниже, чем у предыдущего поколения. Как видите, никакой здесь эзотерики. Англичане все измеряют и фиксируют. Зато уменьшение диффузора они компенсировали в магнитной системе, где теперь используется не ферритовый, а неодимовый магнит. Это позволило уменьшить его размер и повысить мощность. Ну и, само собой, здесь тоже новый диффузор RST2 с шестиугольными кратерами. Теперь твиттер, друзья. Традиционно для монитора аудио их купола выполнены из секам. Помните, да? Алюминий, магний и керамика. Который красят золотой краской. И вот это уже исключительно для красоты. Никакого функционального назначения золотой цвет не несет. В этом новом твиттере, по сути, только лишь 25-мм купол и не поменялся. Хотя и он тоже. Сплав алюминия ведь новый. В общем, теперь у твиттера абсолютно новая конструкция. У этого купола вентилируемый подвес. С внутренней его стороны сделаны 4 отверстия, через которые происходит частичный сброс давления в главную камеру. Как говорят в монитор аудио, это уменьшает основной резонанс купола и так называемую рябь в АЧХ. То есть делает ее линию более гладкой, повышая естественность звучания. Но чтобы это все заработало, потребовалось увеличить заднюю камеру и заполнить ее специальным вспененным демпфирующим материалом. В прежнем поколении камера была меньше и демпфера там никакого не было. Кроме того, у твиттера новая кольцевая магнитная система, тоже, разумеется, с неодимовыми магнитами, и накрывает все это новый волновод Uniform Dispersion 2-го поколения. Вы можете заметить, что поверхность его стала более рельефной. Он теперь сильнее утопает, за счет чего увеличилась его открытая полезная площадь. Внутри, поверх подвеса и купола, добавилось специальное компрессионное кольцо. Благодаря ему удалось повысить чувствительность твиттера выше отметки 10 кГц, а это значит, что АЧХ стала более ровной и снизились искажения. Для нас это означает, что динамик может работать без искажений на более высоких уровнях громкости. Попросту говоря, они будут играть чаще, когда вы выкручиваете ручку громкости вправо. Кстати, забыл сказать, что в старших моделях Silver среднечастотник с твиттером объединены в единый модуль из инертного материала с изолированным объемом. Так, динамики находятся ближе друг к другу, и звучат они как один точечный источник. И плюс ничего из происходящего внутри корпуса колонки не оказывает на них никакого влияния. Разумеется, всем этим новым драйверам понадобились другие кроссоверы. В этих колонках используются фильтры третьего порядка для твиттера и вуферов и второго порядка для среднечастотников. В фильтре служат 100-вольтовые полипропиленовые и полиэфирные конденсаторы, катушки с воздушным и с ламинированным стальным сердечником и керамические резисторы высокого качества. Частоты тоже сместились с 625 на 800 Гц и с 3100 на 2700 Гц. Довершают новый образ гриле иной формы и новый логотип. Правда, то, что логотип новый, смогут отметить не все, в нем лишь незначительно изменился шрифт. Как же они звучат, друзья? Для того, чтобы лучше это понять, я взял пятисотые прошлого поколения и сравнил звучание с ними. Первым номером пошел Сет Хейли, известный как Comtrus, со своим альбомом Galactic Melt, которому на днях исполнилось 10 лет уже. Представляете, ужас. Переосмысленная протоэлектроника с очень ностальгическими вайбами звучит на новых колонках заметно интереснее. В первую очередь отмечаю, что звук стал более комфортный и чистый. На самом деле, мне и прошлое поколение кажется чистым по звуку. Они очень воздушные на верхах и в середине. Но в новом поколении это все выведено на совершенно иной уровень. Шестое поколение в сравнении звучит ощутимо резче. Новые же звучат более хлестко и сочно. Вуферы стали больше информации показывать. Бас определенно богаче. Он вообще здесь на любой музыке просто играет красками всегда. И по верхам заметен серьезный прогресс. Они стали деликатнее прорабатываться. Вся эта высокочастотная мелочь стала тоньше и нежнее. И если шестое поколение все-таки может иногда звучать чересчур строго, суховато на верхах, то новый твиттер уже вплотную приблизился к качеству и натуральности, которое дают ленточные твиттеры. Он заметно более точен и деликатен. Когда дело доходит до живых инструментов, прогресс становится еще более очевидным. Порекомендую вам джазовый дуэт из Копенгагена, Брэмер и Маккой. Их музыка – эмоциональный дуэт фортепиано и контрабаса, солирующих на фоне замысловатых синтезаторных абстракций. Отличный атмосферный чилл-аут вам с ними гарантирован, друзья. Что касается этих колонок, то их мастерство здесь – в объемной насыщенной передаче контрабаса, который буквально оказывается в центре комнаты. Ты слышишь, насколько глубокие и низкие звуки он издает. Прямо ощущаешь присутствие его деки перед собой. Прошлые пятисотые делают все несколько проще. Контрабас в их подаче не такой впечатляюще весомый и так глубоко его не слышно, больше вуали. Именно разница в частоте баса и мидбаса ощущается, а в клавишных у нового поколения меньше ощущения синтетики фонограммы и больше деталей. На новых колонках все чуточку, а иногда и не чуточку, чище и прозрачнее. А вот по построению сцены старые ничуть не уступают. Физические размеры, ширина, глубина сцены примерно на том же уровне. Вообще разницы особой нет. Ну и не смог отказать себе в удовольствии послушать здесь старые пластинки Rush. Silver традиционно достаточно скоростные колонки, и здесь это их свойство стало только ярче. Звучание альбома Grace Under Pressure на новых колонках более драйвовое и живое. Везде, по всему спектру, звук более энергичный и при этом более слитный. И в целом новые колонки звучат чуточку теплее, комфортнее. Может быть, конечно, это слуховой обман, из-за того, что динамики работают деликатнее и лучше шиты, поэтому все субъективно комфортнее воспринимается. Переключаешься на шестое поколение, и звук становится немного резче на верхах, суши в середине и сглаживается атака на низах. Хотя сами по себе Silver и прошлого поколения отличные, быстрые, детальные, сочные колонки. Мне они очень нравятся, потому что в этом сегменте они дают достаточно строгий, детальный, аудиофильский звук высокого разрешения. За свои деньги они были просто топ для тех, кто любит строгость и детальность. Но новые стали еще сочнее. Они заметно лучше отрабатывают бас, комфортнее и деликатнее середину и верх. Во всем они обходят предшественниц, и это очень и очень заметно. Что в итоге? Похоже, друзья, у Silver случилось самое крутое и серьезное обновление за всю историю. По крайней мере, с флагманской моделью точно. Они стали еще более изящны в своих технологиях и, кстати, дизайне, который благодаря новым технологическим изыскам сделал их еще более эстетскими колонками. Но самое главное, Silver 707G стали звучать заметно более изысканно по сравнению с предшественницами. И именно за это Эйсен назначила их новыми королевами напольников на ближайший год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин